Прицел, удар и мяч в лунке. С первой минуты игры на площадке закипели нешуточные страсти. Сдаваться без боя никто не намерен. Сергей Кизоркин – профессиональный хоккеист. За плечами десятки побед на льду. В мини-гольф играет второй раз в жизни, но уже понял – девиз «быстрее, выше, сильнее» здесь не действует. Это такой миниатюрный хоккей, я бы так сказал. То же самое, есть цель, есть клюшка, есть мяч, нужно попасть. Как говорят тренеры, в этой игре, наоборот, нужно быть спокойным, как удав, тогда все получится. Мини-гольф как спорт оценила и профессиональная баскетболистка Валерия Макарова. Трехочковых сегодня не забросила, а просто с первого удара поразила большинство из девяти лунок, за что команда из «Самара Гиз» была признана лучшим игроком. Одно дело, когда ты смотришь на какое-то событие как репортер со стороны, совсем другое дело, когда ты погружаешься в это событие. Мини-гольф, у него своя атмосфера, и тем он интересен. Впервые в этом году турнир по мини-гольфу среди СМИ проходит под открытым небом, на площадке, построенной возле 117-й школы-интерната. В прошлом году 18 модульных дорожек были сконструированы здесь с соблюдением всех мировых стандартов. В скором времени, по словам организаторов турнира, в «Самаре» появится вторая площадка для мини-гольфа. Будет введена в гольф еще одна площадочка на седьмой просеке в детско-юношеском спортивном лагере «Олимп». Там уже будет формат миниатюр-гольф, а там будет бетон. И вот когда у нас будет два вот этих формата, мы можем проводить любое соревнование, в том числе международное. С каждым годом мини-гольф в Самарской области становится все более популярным. Профессиональные секции работают в нескольких городах губернии, а их воспитанники занимают призовые места на международных соревнованиях. В следующем году журналистов снова обещали удивить и провести турнир уже по гольфу среди СМИ в открытом поле. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.